Доброго времени суток, дорогие мои! Приветствую всех на своем канале! Выехали мы сегодня с семьей на Иссыкуль, ура! Поездка планировалась недолгой, ездили мы туда на три дня всего. За это короткое время мне хоть немного удалось запечатлеть такие красивые места. Что самое главное и немаловажное, мне удалось побывать в зимнем саду. Который находится в пансионате Кыргызской Азмори, это в Бостери. Обязательно советую туда сходить, если вы будете на Иссыкуле. Все гости из Украины, из России, из Казахстана, кто смотрит меня. Мы уже приехали, поселились в пансионате Золотые Пески. Это в селе Бостери. Мы уже покушали, сходили на обед и сразу же пошли купаться. Людей было очень много на пляже. Погода была жаркая. Дети, конечно же, были в восторге, радовались. Здесь кругом столько аттракционов, столько таких катамаранов, плавательных сооружений. В общем, глаза разбегались. Дети вон купаются вместе с отцом. Этот день мы провели чисто по-семейному. После пляжа мы пошли покушали и немножко прогулялись, затем пошли спать. А на следующее утро заехали к маме с братишкой, которые были неподалеку от нас, ну, в километрах 7-8 в соседнем пансионате. Кыргызское взморе называется пансионат. Братишка, значит, позвонил и говорит такой, вот, приезжай сюда, тут твой рай, как он сказал. Ты не пожалеешь, тут столько всего красивого, столько растений. У них тут имеется зимний сад. На что я, не задумываясь, уговорила мужа туда поехать. Мне надо было срочно это все увидеть своими глазами, хотя вот все было снято давно, отправлено мне по ватсапу, но мне хотелось посмотреть на все это вживую. Приехали мы, значит, пока муж с мамой и с братишкой гуляли на улице с детьми. Я зашла повосхищаться, посмотреть на всю эту красоту. Смотрите, столько всего красивого, знаете, я аж, не знаю, у меня глаза разбегались. Это такие невероятные пальмы, вон, множество хлорофитумов на земле. А вот это вот пальма под названием трахикарпус. Всевозможные горшочные растения на земле. В общем, красота. А вот эта монстера меня, конечно, поразила. Это такая огромная монстера, которую я в своей жизни еще не видела, честно говоря. А вы когда-нибудь видели, чтобы монстера цвела? Вот эта монстера была в периоде цветения. Цветы такие невзрачные, похожи чем-то на огурцы. А самое красивое, что я увидела тут, в саду, это, конечно, бугенвейлия, которая изо всех сил цвела, распустила свои лианы по всему саду. Видно, что растение не молодое, ему порядка 15 лет, а то и больше. В общем, вот такие вот красивые цветы мне удалось запечатлеть и поделиться с вами. А вот этот фикус эластика, он, знаете, какой огромный. Такие, наверное, растут только в природе. Где-то там в Южной Америке, в тропических странах. Видно, да, вот этот фикус, как он распустил свои ветки. Ветками назвать, конечно, это трудно. Это ветвище такие. И сам стебель, само основание растения. Это такое огромное дерево. Это даже, я не знаю, с чем сравнить это, как огромное дерево грецкого ореха, если не больше. Вот этому фикусу, наверное, лет 50 точно, если не больше. Такой фикус, наверное, можно постричать только в природных условиях. Вот та самая Монстера, с которой мне удалось сфотографироваться. В общем, если вы будете в ближайшее время на Исакуле, обязательно посетите этот темний сад. Еще раз повторю, находится он в селе Бостери, пансионате Кыргызское взморе. А на следующее утро мы поехали в пансионат Гудлейк, который находится в селе Чомсарой. Тут тоже очень красиво. Поэтому уговорила мужа поехать посмотреть, как там все, изменилось ли что-нибудь. Там ничего не изменилось, за исключением, что там все цвело, росло, еще больше стало красиво. В общем, тут такие розы, это что-то. Таких роз, честно, я в Бишкеке нигде не видела. Наверное, все потому, что тут немножко прохладнее, чистый воздух. Растения на это тоже реагируют. Все красоты, все достоинства Исакуля, конечно, одним видео не передать, не рассказать. Спасибо всем за просмотр этого видео. Ставьте лайки, если вам все понравилось. Пока-пока!